Начнем с... Если кто-то увидел папку с едой, то это просто какой-то ролик, который все еще не дошел до монтажа. А папку надо было как-то назвать. Девятая глава, она частично сделана. Ну, конечно, вы все можете там кидаться тапками. Тут несколько файлов, они были в свое время закрыты, но в них был сделан копия слоя, которую я периодически забываю делать. Закрыт, потому что надо было что-то обновить. Ну и пришлось, соответственно, закрыть программу. Тот, кто работал в Gimpin, и перешел потом в Photoshop. Я сначала думала сделать это с каким-нибудь фоновым типа моей музыкой, а потом подумала, ну, тут может быть еще и часики мои тикающие будут слышно. Давно хотела что-то такое соорудить. Еще у меня где-то есть инструкция по применению, которую у меня сделал, по моей просьбе, добрый Никитос. На случай, если я вдруг что-то забыла. Потому что это вам не Gimp. Хотя в сравнении с Gimp, это вообще что-то суперское. Так вот, надо было коврик взять. Я забыла, что коврик. Хотя у меня тут это перышко мое. Перышко. Что же я забыла перышко-то? Ты включился, нет? Перышко. Я успею. Устройство не опознано. Да на неужели. И чем-то мое USB-устройство перестало нравиться. О! Да будет свет, сказал монтер. И что-то чем-то там протер. В принципе, да, если я этой фигней собиралась пользоваться, то можно и без коврика. Мышкой так, постольку, поскольку. Ну, кто-то, наверное, это делает штампиком. А там, где можно беленьким или черненьким одним цветом закрасить, я стараюсь все-таки Пользовать кисточку. Василий тут герой. Ой, бля. Где оно тут? История. Где история-то? Это была история, да? Отмена. Ну, вы, конечно, можете советовать мне что-то. Если вдруг будете это смотреть и знаете лучше, чем я, я не претендую на звание суперклинера. Хотя некоторые считают, что я в этом хорошо. Как бы с этим хорошо справляюсь. Ну, так мне кажется, это только этот человек только и считает. Так. Хотя я видела, как некоторые справляются, умнящие себя суперпрофессионалами и поняла, что я не менее суперпрофессионал, если они считают себя таковыми. Так, мышка, иди обратно. Я там заделаю кусочек. Причем то, что мне раньше казалось, даже в гимпе оно есть личным моим багом, оказалось, что это не лично мой баг, а просто такая вот специфика и не то, как в гимпе встречается. Ну, да, иногда я на что-то рукой нажимаю в этой пире, и у меня что-то вылазит. Опять вот оно вылезло, не вылазит. Иногда я отклиниваю моменты такие, которые можно и не надо, и прорисовываю их потом. А иногда я не отклиниваю элементарные. Ну, как-то так. Может быть, когда-нибудь я буду делать все полноценно и нормально. А может, это тупо типа такой стиль люди. Хызы. И надо за ковриком будут сходить потом сохранить. Надо, наверное, сразу открыть все те, которые до этого закрылись. Как бы тут у вас список может. И как мне вас через раз открывать? Сортировка тип. Ух ты, никогда не знала, что тут можно так сделать. В 16-ую я уже сготовила. Так, там есть что-нибудь еще? Да. Вот тогда сделаем методом руками. Да будет свет, сказал матер. Интересно, успею за ковриком, пока оно шарахается. О, успела. А может быть, тут уже. Короче, спасибо Владу за коврик и Денису за мышку. Не, на самом деле, у меня есть еще пара мышек. Одна купленная еще, когда ноут покупала, точнее, ноутбук. Толь прорисовывать, толь забить. Иногда я оставляю и уже прорисовываю, когда тайп делаю. И саму себя ругаю, почему типа я не сделала раньше. Чего ты булькнул? Вы хотите включить залипающие клавиши? Нет, не хочу. Пошел нахрен. Так. Режим залипания клавиш позволяет использовать Shift, Alt, Windows. Нажимаю каждую из них по отдельности, чтобы включить его. Нажмите клавишу Shift пять раз. Пошлите нафиг. Я не знаю, что это. Мне сразу вспоминается этот страх и ужас той клавы, которая приказала долго жить в том паленом ноуте. Блин. Вот что ты сделал, а? Гад ползучий. Я подозреваю, кто-то будет ржать над неумеющей Лёлей. Ну-ка, сохраните, гляну, что за нахрен. Может, я на чё опять нажала этой рукой в этом пире? По ходу дела, да. На чё-то нажала рукой в пире, потому что на мышке как-то оно нормально. Умею её на чё-то нажимать рукой. Так. Вообще, нет, там как-то настраивать можно эти пире, в смысле кнопки на пире. Но мне по большей части эти две кнопки неудобно. Я ещё не привыкла левой рукой рисовать пиром. Ну, в смысле использовать эти две клавиши. Мне как-то удобнее эти две клавиши использовать на мышке. Вот, штампиком сейчас придётся поработать. Так. Лёлей, не падай. У меня что-то вообще вон планшетик этот лежит прямо на клаве. Вспомнить бы. Мокrait… Ну, ну чё там жить-то? Так вниз, нет, не так? Ага, всё-таки «аль»… Ну да, всё-таки «аль»… 、 Типа того. А может и нет. Ну-ка, наверное, глянем, какой оригинальный был. Как хорошо, что здесь можно делать отмену, не особо прыгая с губами, в отличие от гимба. Уменьшить надо эту фиговину. Так. Эй, мышка, ты где? Нужно чуть-чуть увеличить. Как хорошо, что у меня есть такой товарищ, как Никитос, который объяснил, как тут, чего. То, что, в принципе, можно делать, допустим, на клаве. Так, ладно, не так. Под стену. Ох-ох-ох. Можно просто этой самой. И вот дальше то ли прорисовывать, то ли нет. Вот как раз тот случай, когда не знаешь, прорисовывать или нет. Или так оставить. Учитывая, что когда я первый раз тайпила, дозволено мне было тайпить эту мангу. На моем оплее, что я тут прорисовываю каждый знак или типа того звуки. Мне было сказано, я же, ты же видела, что я типа это не прорисовываю, а тупо подписываю. Позьму и так зайдет. Охранить. Еще надо его подопнуть. Две главы осталось. Это мне тайпить. А перевод все-таки как-то... Мне, конечно, наверное, сложнее, чем тайпить. Но я думаю, что... Ой. Что в моем случае ему перевести легче, чем не затайпить. О. Подписать или оставить. Я помню, как я в гимпе первый раз, когда вторую главу, ну, в смысле третью главу первую для меня суду наделала, то прорисовывала какие-то суперсложные моменты. Мне еще говорилось, что в гимпе такое невозможно, то есть все, типа нельзя такое сделать. Ну, типа фанат фотошопа или... Так, ну-ка. Такое ощущение, что там лучше штампика. Ну, типа фанат фанат фанат. Валий, нах. вот это я имела ввиду я думала что такое только у меня бывает оказалось не только когда увидела как работают типа мастера но и когда мне делали урок скайпе фотошопа в общем я ленивые звуки не буду чистить хотя он на одной странице хорошо что их даже не пыталась убирать человек решил оставить в смысле в переводе было подписано здесь типа оставить как есть ой ну вообще мне кажется это довольно легко если конечно нет желания чистить эту девушку имитировать как есть на тихоретнике меня сколько людей сказали что за кой френ это удалять это же часть манги японская штука вот допустим в рыцаре вампире там томик что мне подарили там звуки вообще не чищены и правда они не подписаны при этом даже самые элементарные с одной стороны конечно круто смотрят с другой стороны как то ну компромисс все же должен быть посмотрим если человек решит их убрать то можно будет убрать или если меня клюнет то на тайпе я и буду убирать что вот здесь тут конечно может она как то есть по другому ну вот на гимпе но удобнее там можно выбрать сразу как бы панелька такая как вот вот здесь допустим ну похоже мне можно выбрать размер увеличение можно прорисовать другой стороны но как то красиво смотрится кирики говорит ведьма я как бы не настолько фанат мазоке точнее вообще не фанат мне просто нравится сама вот эта тема ну манг когда в смысле не мы когда я посмотрел мне очень понравилось манги тогда не было ну и когда меня поставили на редакт призрачной арки я думала то что меня ставят снова на замену или типа того мой кстати завтра будет три года как я в рейндропс первая единственная команда моя переводу манги а еще день варенья самого первой ну не самого конечно первую самую первую девочка что-то создавала команду ну переводчик который в общем до меня пришел и до сих пор еще с нами у они день рождения завтра вата сива гая вот тут вот у ва наверно или оттахаха за сейчас эту помощь поюзаюсь тут в левой руке у меня скрючена лежит короче все хочу узнать у никитоса и у кого-нибудь кем было до этого ведьма которая изначально была волшебницей которая сейчас вот это вот представляет какие там вайпургу я не помню я делала в каком-нибудь своем переводе обзываю вальпургой типа хамур тамура параллельные миры иногда пересекаются или только думала делать я сохранила они можно закрыть тут можно прорисовать тут можно и забить нужно облениться и оставить учитывая что изначально было сказано что я там через голову буду тайпить у меня как бы свои еще проекты не я рада что он мне позволил работать вместе с ним но я все-таки рассчитываю что не все буду тайпить я какая-то своего рода ответственность ну я не против тайпить вместо него учитывая какой стиль он выбирает тайпа но смысле этого шрифтов туда же быстрее намного по большей части один аниме айс захочется перерисуем не захочется пусть как есть так другой стороны хорошо что меня не считают помимо короче считает только переводчиком и редактором я из редактор чего-то у меня сейчас только опять же мадока потому что нужно заниматься чем-то своим и никаких претензий или типа того короче никакой ответственности другой больше нам а я тут как бы тихо ну то чтобы шепотом на довольно тихо говорю интересно это можно воспринять за тихий а самым тут он мышка щелкает звуки наверно какие-нибудь выдают интересно звук мышки вызывают у людей этот самый приступ мурашек интересный звук пальца по монитору записываться я могу даже и монтировать то это не буду если она одним файлом запишется так я сохранила все есть дела которые мне очень нравится делать но я очень долго раскачиваешь одно из этих дел то бишь как бы видеомонтаж потому пока не относится к таким хобби видеозапись и так далее но все таки на это надо чтобы не быть уставшим с мигрень или еще что такое короче с такими-то отвлекающими моментами потому что как-то я тайпила даже свой проект и находила ошибки или пропуски ну ладно там звуки не заклинило да вот именно чтобы очка какие-нибудь вот чисто чтобы вот такой оклеить мне кажется особо ему не надо какие-то там особых умений сори дома сори дома а и су ни х или цуни вахэзэ я тут дня три уже что-то приложение к нам услуг не выдают маду вата сини вахэзэ хэзэ ой иероглиф я я по-моему запомнила самый первый еще то того как эти кэнди стала пытаться на слух воспринимать изучать в смысле визуально без записи ручного запись ручного у меня как-то больше запоминается выкладывается мозг без разницы такой язык язык на т т т т т т т т т точно помню слегка на конце значит вопросительное предложение Субтитры сделал DimaTorzok 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 картинки кто не верит что я не умею прорисовывать гранте в оригинале точнее в сравнении с оригиналом уже готовую судно ну и что-то иногда встречается в тарт или в этой самой перекрестках миров хотя те кто верит что я ни хрена не умею хоть что они будут верить в свое даже если хорошая музыка укусит воду одно место вы все равно этого не заметите или не поймете раньше мне что-то нравилось всякие такие фразочки запоминать и выписывать ну да да где можно как бы удалить а по-моему она так это гармонично вписывается надо опять же мое мнение кто считает иначе ваш право хоть меня и ругались у меня маленький мониторчик по сравнению другим это даже большой мониторчик медок на нем очень удобно медок Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...